Дорогие друзья, и снова мы с вами вместе в этот хороший, красивый вечер. Я жду от вас, пишу вам в чатах, пишу здесь, есть ли у вас вопросы по нашей очень серьёзной теме. Я вас, как меня будет слышно, как меня видно, напишите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы. Потому что мне очень-очень важно понять, на какой стадии вы развития находитесь и какие у вас получаются по этой части впечатления. Меня видно? Слышно? Народ, где вы? Ау! Всё хорошо, слышно, видно, всё прекрасно. Вопросы не спешите, или всё понятно, или наоборот, всё настолько сложно, что вам сложно сориентироваться, с чем же мы будем с вами сегодня общаться и по какому поводу. Дайте мне обратную связь, потому что сразу хочу сказать, тема, которую мы с вами разбирали на прошлой неделе, сегодня специально мы её назвали часть вторая, поскольку, поверьте, это самый один из сложных вопросов и в нутрициологии, и в технологии здоровья. Я уже не говорю про медицинскую практику, и действительно, эту тему не разбирается. В основном её читают либо терапевтам, либо кардиологам, и совершенно не преподносятся врачам других специальностей. Я помню, когда Владимиру Матвеевичу, бывший заведующий кафедры, поручил читать тему про атероскоррилоз, про холестерин, он очень долго отказывался, потому что она такая самая, наверное, скрытая, очень на понимание сложная. Поэтому именно на этой теме, именно на этой теме и вписываются все мифы, все страхи, все сказки, как мы говорим. Потому что, когда человек не разбирается в этой теме, то, естественно, его проще. Поэтому наша задача – дать вам информацию, дать правильное понимание, что, зачем и почему. Какие жиры полезнее, насыщенные или ненасыщенные? Я ещё раз говорю, что они, это группа жиров, а тема насыщенные и ненасыщенные – это состав химической формулы и, естественно, источники происхождения. Источники происхождения. Поэтому нет для нашего организма, для наших мембран и все те полезные свойства, которые мы с вами перечисляли, жиров, у них абсолютно у каждого своё прикладное значение. Поэтому, когда делается перекос, другое дело, что жиры сами по себе, это действительно очень энергоёмкие, я их сравниваю, белки с жирами, как дрова с углём в топке печки. И сами понимаете, что они дают больше отходов, чем если бы вы пытались топить картоном или там бумагой, или какими-то видами бумаги. То есть отходов от бумаги гораздо меньше там пепел, а от дров с углём много-много золы. Поэтому организм может по-разному на них реагировать, и, естественно, качественно работающие все отделы в пищеварительном тракте, они действительно не приносят тех тягостных ощущений, которые мы с вами испытываем. Но хочу сразу вам сказать, что, когда вы едите качественные жиры, мы об этом постоянно говорим, вы не съедаете их большую дозу. Более того, вы даже не покрываете суточную потребность. Суточную потребность. Вот я много перелистала всякой информации. Вот суточная потребность лицетина – это 9 граммов в сутки. Также сделали такой приблизительный перерасчёт. Это каждый день нужно съедать по 10 желтков яйца. То есть либо съедать по килограмму одуванчиков, либо по полстакана соевого масла выпивать. То есть основных источников лицетина очень мало в природе. И вообще очень масло, масло везде есть в природе. Но не все готовы отдать это масло, потому что это стратегические запасы. Поэтому относиться к жирам как к вредным продуктам – это один из мифов. Мы не относимся сегодня и под разными своими объяснениями. Вот сейчас хорошую Паша поставил, Олег ты офигел. Действительно, мы считаем за благость пирожное, медочка, сахарочка и прочих-прочих сладостей, которые на сегодняшний день изобилуют. А на самом деле вот это катастрофа для организма, вот это трагедия для организма. И хороших жиров вы много не съедите, но вы их не доедите. Поэтому если у вас хорошо работает поджелудочная железа, если у вас хорошо работает полноценно, желчеотделение идет, а желчь – это сейчас, я тоже скажу, это тут же холестерин. Вы не едите холестерина, у вас недостаточно желчи, значит, у вас патологический круг замыкается. И этот порочный круг можно разорвать только с пониманием и с изменением своего питания, водного режима. И, естественно, то, что мы с вами разбираем, и в технологии здоровья я вам еще раз хочу подчеркнуть, нам равных нет с вами, потому что теорию знают все. Очень много теории, я смотрю много-много всяческих публикаций, научных, популярных, чисто вот таких действительно технологических вещей. Теорию знают все, рассказывают очень много. Но чем помочь? Чем помочь? Какими продуктами? Как их сделать? Какие взять? Потому что вот мы в свое время смотрели рыбий тот жанжир, брали этих омеги в разных-разных, большое количество. Владимир Матвеевич прямо там занялся этой темой. И я вам хочу сказать, что все качественные жиры, опять достоинства нашей компании, вот эти все омеги, которые у нас с вами есть, омега в виде масляных растворов, жир печени, акулы, омега-3,6,9, омега-3,60. Они представляют собой уникальные источники, уникальный способ производства, потому что получить вот такой продукт, для этого нужны высокие технологии, должно быть хорошее-хорошее понимание. Поэтому мы неправильно понимаем и, естественно, отсюда выстраиваем свои ошибочные действия, когда считаем, что масло, а оно относится к насыщенным жирам, сливочное масло, я имею в виду, внутренний жир, сало, ну тоже кокосовое масло, которое относится как бы к источникам растительного происхождения, но оно относится к насыщенным жирам. Они, нельзя их есть, потому что они источник холестерина, это причина вашего ожирения, это причина атеросклероза, это абсолютный миф, абсолютный миф, все зависит от того, как себя будет вести этот съеденный жир и куда же он с вами, с нами отправится. Скажите, пожалуйста, вопрос вам, есть ли новички, которые не были на прошлой школе, потому что я специально, учитывая, что у нас такая была насыщенная в прошлый раз встреча, было очень много информации, и кто-то что-то запомнил, кто-то не запомнил, есть ли вообще новички сегодня на нашей встрече? Вот, вас в прошлый раз было 50, сегодня 20. Кстати, пока вы пишете вопросы, я, вернее, свои замечания, я хочу сказать, что на следующий вебинар вас ждет очень уникальная информация, я приготовила вам информацию по главным гормонам, которые осуществляют у нас коррекцию образования жира, что с ним делать, потому что, опять-таки, как технологам здоровья вам нужно это понимать и знать точки приложения, потому что это сейчас самая востребованная тема, потому что все считают, что только надо похудеть, а что за этим стоит нарушение вот этих гормональных систем, в них нужно разобраться, поэтому я буду это делать так, как всегда мне свойственно, с понятийными вещами, чтобы вы смогли в этом разобраться. Я не слышу вашего, есть ли новички, есть ли новички, которые не слышали. Если этих новичков нет, то я просто как бы сделаю акценты на главные моменты, которые, потому что мне поступали вопросы, такие как, вот сложно разобраться опять липопротеиды, низкой плотности, высокой плотности. Опять-таки, вы же сами видите, что нас пугают плохим холестерином, хорошим холестерином, мы свое слово, но понимаем, мы русские люди, понимаем, что плохое, это значит плохо. Хорошее, это значит хорошо. А на самом деле, вот здесь тоже я вам объясню, в чем же плохо, и чтобы вы могли сами корректировать, потому что, поверьте, каждый из вас не найдет консультанта, каждый из вас не найдет для себя, тем более врача, его надо, я не знаю, я вам уже рассказывала свои тайны, что подобные вещи, они не обсуждаются в студенческих аудиториях, а уже там, где врачи дальнейшее совершенствование проводят, то там вообще практически тоже избранная группа, на самом деле, это очень серьезные, серьезные моменты. Итак, вы мне не отвечаете про новичков, либо затаились, либо сложно мне сказать. Так, рада, так, всех разбаловали, сбрасывая, видать, мы всех разбаловали, сбрасывая запись в чаты. Ну, дорогие мои, я же, знаете, при любом раскладе, я хоть для одного человека и буду рассказывать, потому что, я считаю своим этим, таким внутренним, человеческим, каким-то профессиональным, не слышно, да? Да? Все слышно? своим профессиональным, таким уже технологическим подходом вам растолковывать, объяснять и влюблять в то, что мы сегодня вообще с вами можем, в принципе, сделать, помочь самому себе и нашему ближайшему окружению. Потому что, вспоминайте вот этот первый слайд, который был у меня в прошлый раз на презентации, здесь как раз говорится о всех тех отделах, о всех, ну, чтобы мы многократно, мы много рассказывали о том, что мы состоим из триллионов клеток, что у нас куча-куча всяких-всяких мембран, органов, органелл, но на самом деле, вот посмотрев, когда себя вовнутрь вот так, то вы прекрасно понимаете, что все вот эти органы и системы, они работают взаимосвязанно. Но если вы обратитесь к специалистам на сегодняшний день, вся наша практическая клиническая практика, я вам точно хочу сказать, что гастроэнтеролог, который занимается желудком и может быть 12-перстной кишкой, а инфекционист кишечником, гипотолог печенью, пульмонолог легкими, кардиолог сердцем, представьте, а на самом деле проктолог прямой кишкой, представьте, вот прямая кишка и только проктолог, а на самом деле, ну что принесло проктологу, вот на, допустим, на этом большее слайде, вот посмотрите отделы, у нас есть зубы, у нас есть пищевод с желудком, 12-перстная кишка, и этот весь желудочно-кишечный тракт, конвейер, пищеварительный конвейер, сегодня разделены как минимум между 5 специалистами. Я вам точно хочу сказать, что стоматологи с проктологами никогда не встречались и встречаться не будут. Точно так же, как инфекционисты не встречаются. Если только человек работает на общей практике и в каком-то, в каком-то одолении, где специалист, ну да, он тогда вынужден все это смотреть, изучать, но я вам точно хочу сказать, вот мы, например, дерматологи, мы, я участвуя в образовательном процессе, брала на себя специально вот эту миссию и готовила специальные лекции, показывая взаимосвязь кожи со всеми этими органами и системами. То, что мы сегодня, ну, считаем, что это абсолютно закономерно и правильно, потому что органы и системы все взаимосвязаны, все взаимосвязаны, и все они имеют в основе своей жизнедеятельности, выполняя свои функции, общие правила. Вспоминайте, когда мы с вами первые наши два вебинара говорили, что вот этому телу абсолютно, что приводит к разным расстройств разных органов и систем. В том, что не хватает кислорода, это мы говорим о том, что нехватка кислорода называется гипоксия, и сегодня умудряются уже мои коллеги ставить это диагнозом. Сегодня сплошь и рядом гипоксия плода и новорожденного. На самом деле это состояние, это не диагноз, точно так же, как состояние дисбактериоз кишечника или там дисбактериоз каких-то отделов. То отсутствие водного наполнения, посмотрите, если взять все, сложить все сосуды, даже тех капилляров 100 тысяч километров и вообще всю сосудистую систему в одну прямую, 8 раз можно земной шар обернуть. И организму не бесполезно, он не понимает, почему вы не догоняете, что на 80% мы на 70, на 80% состоим из воды. Элементарно, просто взять, исключить из пищи, напугать, создать вам миф, страх по жрам и по воде, ну все, можно с вами делать все, что хочешь. Потому что приняв все необходимое параллельно все, что еще из окружающей среды, представьте, это все работает, это все, это вечные двигатели, вечными двигателями у нас является печень, вечные двигатели, это легкие, почки и сердце. Потому что они обеспечивают весь этот приход и естественно должен быть выход. так недостаточный приход все, что нужно для жизни кислород, вода, замененная форма питания, ушедшая с жиров и белков, напугав всех смертельными случаями, что вы едите много жиров, вы начинаете толстеть. Отнюдь мы с вами набираем лишнюю массу из-за избытка углеводов. Вот я в следующий четверг милости вас прошу, приходите и мы с вами будем. Это очень хорошо, хорошо работает. разбирать. Поэтому когда мы говорим сегодня о главных причин и факторах, помните, я уже говорила не раз, и у меня это сейчас фраза уже, я ее очень-очень полюбила, что болезни нет и диагнозов нет. Есть состояние. Но понятно, мы находимся в законопослушных вещах, да, нам нужно поставить диагноз, но это система, которая отработана не один год и разбивать ее не буду. Поэтому мы с вами сегодня говорим о технологии здоровья, как восстановить, как восполнить то, что не хватает и убрать то, что в избытке. Поэтому наше тело, наше тело, оно, вот, что ребенок, что старик, что мужчина, что женщина, мы с вами устроены абсолютно абсолютно одинаково, абсолютно одинаково. Тем более, сюда не вкладывается ни образовательный процесс, сюда не вкладывается ни национальность, ничего мы с вами устроим. И как был, появился человек миллионы лет, ничего не поменялось. Поэтому мы с вами по этой части имеем вот такие представления. Конечно, у нас есть вот это вечные двигатели, сердце, легкие, представьте, они не отдыхают ни на минуточку, ни на секундочку. У них есть там в ритме сердца некоторые там перехваты ритмов, но это абсолютно для понимания вашего технологического процесса не имеет никакого значения. Поэтому представьте, это жизненно важный орган, представьте, который контролируется мозгом, если что. Вся внутренняя среда контролируется мозгом. Поэтому, когда вы пытаетесь какую-то поломку в своем организме определить, и что же сделать, и причем прийти и задать этот вопрос, вот если вы мне поможете это исправить, то я типа стану вашим кумиром и стану вашим продолжателем. Это абсолютно манипулирование, которое не приводит к никаким действиям. Да, я показывала вам вот эту схему сосудов, представьте, это в таком схематическом порядке показано. Поверьте, владея той же микроскопией, капилляроскопией, сканированием темнопольном микроскопе, когда мы воистину видим вот этот мир, то дух захватывает, поэтому вы здесь сидящие, я вижу по количеству и качеству, вы все были с этим знакомым, и все знаете, но я точно хочу сказать, что до конца вот технологию, потому что если бы вы до конца понимали всю технологию, у вас вообще бы не стоял вопрос, у вас стоял бы только вопрос, что еще можно включить, чем можно улучшить, поэтому учитывая, что все-таки нас здесь много, мы что-то все хотим рассказать, и вот это понятие схем, какую мне составить программу и схему, почему вот я, например, и по этой части бунтую, по-разному выдаю этот бунт, но пока не мере, почему и возникла такая необходимость все-таки вам растолковать, разжевать и показать, что это, ну вот этот мир, его нужно постоянно вести в хорошем порядке, потому что здесь огромное количество участников, как в доставке необходимых веществ, так в выводе токсина, так и скопление всех этих шлаков и токсинов, вот представляете сосудистая стенка, которая, кстати, разрушается не только там токсинами, мы говорим, вот токсинами, токсинами, вы не представляете, как это разрушается и трескается под действием сахара, сахара, а сейчас мы сидим все на углеводистой пище, посмотрите, сегодня практически, мы сегодня бич, у нас сахарный диабет сегодня у детей, буду говорить об очень интересном гармонии лептини, на следующей четверг, я хочу сказать, что лептин, он, от него трескается стенка сосудов, внутренняя стенка, сильнее, чем от каких-то еще шлаков и токсинов, а лептин у нас выделяется жировая ткань, а жировая ткань образуется от углеводов, опять порочный круг, поэтому от фруктозы, от сахарозаменителей, вот я теперь понимаю, Игоря Петровича, который бастует против меда, и он всегда заходит с такой хорошей, здоровой реакцией, потому что, действительно, это те компоненты в пище, которые дают нам больше проблем, чем польза, о которой мы с вами говорили. Я вот хочу сейчас вот этот слайд показать еще разочек, чтобы вы его хорошенько-хорошенько поняли, поскольку я уже упомянула о таком состоянии, как гипоксия, что это самый первый главный фактор, что клетка начинает гибнуть в течение трех минут от непоступления кислорода в ткани, вы все знаете это состояние, никто из вас больше трех минут не тренированно не выдержит, если закрыть все поступления в наш организм кислорода. И вторая причина это, конечно, обезвоживание, ну и там все, что замешано с питанием. Так вот, я еще хочу вам хорошенечко напомнить и показать, что вот легочная ткань, о чем мы с вами вот говорили, вот эта легочная ткань, вы видите, она вся-вся-вся-вся такая с пузырьками, с пузырьками, с пузырьками, пузырчатая такая ткань, она у нас состоит вот из этих пузырьков, называемые альвеолы. Это конечная ветвь бронха. И вот заметьте, вот эта внутренняя, вот эта внутренняя часть, она состоит из жира. И если мы говорим, что ненасыщенные жирные кислоты, там мы про омеги говорим, мы говорим про них, кстати, омега-9 это масло сливочное, поэтому вот эти омеги, когда мы говорим, это разница только в химическом строении, только в химическом строении. Я вам говорила о положении связи и прочих, прочих. Кстати, вот изменили это положение связи и сделали, пустили в промышленность это пищевые маргарины. То есть маргарин это измененная формула вот этих трансжиров, трансжиры получили за счет изменения этой химической формули, всего лишь навсего. Так вот, сурфактант, сурфактант это 80% жира и 20% белка. Вот именно эта оболочка жирово-белковая и участвует в газообмене, то есть мы получаем углекислый газ, ой, кислород, он здесь происходит, его замещение, присоединяются артериальные сосуды и все это происходит через сердечные все процессы, большой круг кровопрощения, отдается кислород тканям, забирается углекислый газ, опять возвращается, мы выдыхаем углекислый газ и все это осуществляется с помощью сурфактанта. Кстати, вот этот сурфактант, он начинает образовываться и начинает формироваться на 8-м месяце беременности, на 8-м месяце беременности, это вот тот срок, который настолько уязвим для будущей жизни ребенка, вот как правило и показывает, что именно в этот момент очень часто беременные женщины хотят много масла, но боятся, что это будет жир, потому что миф-то присутствует, миф-то присутствует, страх присутствует, поправится, а то, что хомячат столько углеводов, абсолютно это не волнует людей, поэтому и это мы же с вами не перестаем дышать, поэтому ежесуточная потребность в жирах она имеет место. Я приводила вам пример о том, что до 43-го года, когда не было у нас антибиотиков, то лечение туберкулеза проводилось только с помощью пребывания в условиях климата морского, вода, где мелкая соль присутствует в морском бризе, в воздухе, и человек дышит вот этими солевыми парами, и естественно происходит вот это вспенивание вот этого отдела, и человек очищается плюс жиры, плюс жиры, обязательно присутствие жиров. Сейчас мы можем себе устроить эти соляные пещеры, камеры, галокамеры, как угодно их там называют, где действительно тоже стоят, но только не попадитесь на вот эти все домашние условия, там разные лампы, это все далеко от того эффекта, то есть это должна быть хорошая пушка солевая, которая это все размельчает, и вы находясь в этих солевых пещерах, то есть вдыхаете эту мелкодиспертную соль, она вот это вспенивает и естественным путем очищает, то есть никакая калавада, никакие там еще какие-то приемы, не очистят вот эту полость, потому что это мешочек, он такой достаточно крепкий, поэтому если вы ходите в солевые всякие, ездите на морские, на морской климат, где-то все дышите, если вы не даете материал, из чего это будет строиться, то естественно вопрос останется открытым, поэтому первое место по причинно-следственным связям проблем в нашем организме это дефицит кислорода, а дефицит кислорода обеспечивается вот тут изъяном, который восполняется лишь только употреблением жиров, лишь только употреблением жиров, поэтому суточные, ежесуточные, я еще раз говорю, кушайте, употребляйте, кто был в странах Средиземноморья, вы знаете, насколько там просто введен в культ разные масла, конечно, они являются королями по оливковому маслу, у них целые династии выращивают эти оливки, потому что живут это дерево очень долго, и все, что связано с маслом во всем мире стоит на первом месте, это стратегические вещи, это наш кислород, наша гипоксия, потому что вообще сам вот этот сурфактант, он подвергается громадному, ну представьте, чем мы дышим абсолютно всем, поражают этот сурфактант выхлопные газы, которые мы сегодня, ну имеем, представьте, какое количество мы попадаем, выхлопные газы в окружающей среде, это различные химические, вредные, бытовые, вся химия, и я вот в свете этого хочу сказать, что действительно сейчас вот у нас идет акция наших изумительнейших, ну я считаю, что это сказать, что это бытовая химия, я ее называю бытовая косметика, я ее называю, что это то, что может нам сегодня порешать очень много вопросов на уровне наших бытовых ситуаций, только вот с разумом, понимаете, потому что там нет никакой химии, мало того, что вы оберегаете свое окружение, свое тело, свой дом, вы еще и проявляете заботу об окружающей среде, потому что это, извините, все опять в матушку землю, и мы были в Казахстане, и Сергей Семенченко рассказывал потрясающую историю, вот автора этого, этой фабрики, этой компании, которая изобрела вот это потрясающие продукты, лайф, молодой парень, ему что-то с небольшим, совсем 40, он, что заставило его забрести эту продукцию, он проводил очень много времени, жил где-то в пригородных районах, в деревне, и там постоянно был пруд, или было болото, в котором жили лягушки, лягушки, и вот это кваканье, особенно по весне, когда у них брачный период, восхищало этого молодого человека, он это запомнил, и вот эти звуки детства, он повзрослел, пошел учиться, и когда он вернулся в свои родные места, он не услышал этого знакомого звука детства, и он был очень обескуражен, потому что это грело в ухо, было какими-то такими хорошими знаками, и когда он выяснил, почему произошло, тут в этой же и в этом поселке построили завод по производству бытовой химии, разных там уходов для дома, и это все отходы уходили в эти источники водоема, и погибла вся живность, и он тогда себе сказал, он себе сказал, я сделаю все, чтобы донести до человека пользоваться правильными вещами, и вся наша вот эта линейка, на которой сейчас идет потрясающая скидка, она имеет вот под своей основой вот ту еще и мудрость, философию сохранения еще и планеты Земля, потому что она действительно для нас очень-очень важна, потому что если вы продолжаете пользоваться, ну, вот понимаете, человек вообще беспечный, когда случаются у него проблемы, когда случаются вот здесь проблемы, потому что на измененный сурфактан через вот эти вдыхаемые воздухи мы вглатываем всю воздушно-капельную инфекцию, это и вирусы, это и туберкулезная палочка, это личинки паразитов, таксокара, она начинает, это собачья таксокара, посмотрите, сколько у нас этого добра сегодня, дерьма, это во всех наших дворах и везде и всюду, собачья таксокара начинает свой путь именно с вот этих альвео, и представляете, вот эти лаки, вот эта бытовая химия, вот это вот дешевое все, этот хлор везде содержащий, они все съедают и поедают этот сурфактан, ну как, нет, ну понятно, мы живем в этом мире, так от него надо и защищаться, поэтому я вот специально делаю такой упор на самый, один из главных этапов профилактики и сохранности жизни наших, всех клеток нашего организма, это, конечно, наши легкие, именно вот эти оболочки, которые каждый день, каждый день нуждаются в потреблении жиров, поэтому будьте, пожалуйста, благоразумны, будьте, пожалуйста, внимательны, но я скажу еще об этих вещах и, конечно, рассказать о основных функциях жира, ну достаточно, еще разочек повторю, вот она и стоит, дыхательная функция, дыхательная функция, ну мои хорошие, даже вода стоит на втором месте, даже вода стоит, после, ну без воды вы можете, ну какой-то период прожить, трое суток вы можете в чистом виде без воды прожить, а по большому счету, посмотрите, на первом месте стоит дыхание, поэтому, а по-другому никак, не даете селья, ничего нет, защита мембран, я уже говорила, что все наши мембраны, это двухслойные жировые, которые имеют пружинки вот такие, прошитые из холестерина, поэтому здесь идет сочетание и наличие холестерина, это животного происхождения, и омеги, которые растительного происхождения, они восстанавливают, вы видите, основные функции жиров, я даже не рассказываю вам, масло такое, масло такое, яйцо, сметана, там, и прочее, прочее, то есть, это все, это ваше разнообразие, ваше питание, которое вы можете себе восполнять, я вам точно хочу сказать, что мы находимся все равно в дефиците, безусловно, гормональная функция, и по гормонам мы будем с вами много-много говорить, я говорю, в следующий четверг, пожалуйста, приходите, не забывайте, ждите ссылку, потому что я много чего вам расскажу интересного, полезного, оно будет для вас действительно познавательным, поскольку, если мы с вами не едим белков и жиров, у нас есть гормоны, которые происходят из белков, например, гормоны щитовидной железы, они образуются из белкового материала, это фенилаланин, я не умничаю, возьмите, противите, там все незаменимые аминокислоты находятся в перечне, так вот, фенилаланин, это как раз аминокислота, она незаменимая, то есть, они не синтезируются в нашем организме, и противите, вот, просто забежала вперед, здесь хочу сказать, что действительно незаменимые аминокислоты растительного происхождения, они имеют многие источники для образования гормонов, вот тот же гормон трептофан, допустим, вернее, белок трептофан, аминокислота трептофан, а на выходе это серотонин и мелатонин, представляете, ну как без них обходиться, никак, и вы считаете, что да, грифония, вы грифонию пьете, молодцы, замечательно, но на одной грифонии вам будет сложно восполнить, либо вы говорите наоборот, я ем авокадо, я ем бананы, я ем шоколад, и все замечательно, хорошо, ну опять-таки вопрос, вопрос, хорошо-то может быть, хорошо, но для организма это бывает маловато, но когда мы говорим про жиры, мы говорим о том, что это гормоны, половые гормоны и гормоны надпочечников, все из вас знаете такие гормоны, как кортизол, все вы знаете гормон пренезолон, там еще ряд гормонов, которые регулируют наш минерально-солевой обмен, но хочу вам сразу сказать, что основные, основной, никак по-другому, никак по-другому, ну как я всегда говорю, для того, чтобы родился ребенок, нужен мужчина, нужна женщина и нужен мужчина, все, никак не может одна женщина или как один мужчина ничего завести, вот так, если мы хотим, чтобы у нас были половые гормоны, гормоны, которые нас защищали, регулировали наш уровень стресса, кортизол, адреналин, преднизолон, это важнейшие гормоны, которые осуществляют, ну потрясающие, я о них буду, конечно, говорить, и половые гормоны, если вы говорите, я уже во взрослом возрасте, мне не нужны, типа, дети уже отстояли, ну не поверьте, мы не теряем уровень, и мы не, находясь даже в пониженной до форме уже выработки половых гормонов нашими основными органами, там и яичниками, или яичниками у женщины, и яичек у мужчин, берут на себя функцию выработки гормона другие клетки, и та же кожа, те же надпочечники, и прочее, прочее, но если вы не даете сырья, то возникает очень, там дисбаланс наступает гормональный, я вам говорила, что основные функции жира, это усвоение витаминов, жирорастворимых витаминов, такие как Е, Д, как регуляция минерального обмена кальция-фосфора, поэтому вы их не едите, и как с этим быть, пришли и взяли, вот я беру витаминки, сейчас я вот с этими витаминками, с какими витаминками, с какими витаминками, я буду начинать цикл вам рассказывать, как же все-таки профилактировать это старости, какие факторы старости мы с вами реально, как технологи здоровья, можем исправить, вы знаете, меня дух захватывает, еще и еще, вот эта перспектива, которую мы с вами можем в своей образовательной теме разбирать. Безусловно, безусловно, функция жира на сегодняшний день, и тоже мы это рассматриваем, смотрим сейчас, вот это вот, будет выливаться серия наших этих школ, вебинаров, перевести наши митохондрии на питание жира, это основная схема на сегодня, профилактики, старости и долгожительства, потому что мы перевели митохондрии на питание углеводами, а на самом деле, природно, физиологически, митохондрии эффективно получать, опять-таки, боритесь, пожалуйста, за жизнь митохондрии, если вы за них не боретесь, за жизнь этих митохондрий, то практически вы себе подкашиваете, рубите сук, на котором сидите, все хотят жить подольше, но в каком качестве, в каком состоянии, конечно, это энергия, вообще энергетическая функция всего нашего организма, и если вы, у вас есть тенденция к снижению температуры 36,6 ниже, знаю таких людей, там масса есть, конечно, причин для этого, но одна из причин, это действительно, основные донаторы энергии отсутствуют, и снижение уровня холестерина в его понимании, вот его, именно осуществление физиологической функции приводит к массе проблем, и к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, которые по смертности встают сегодня на первом месте, и, конечно, представьте, изменили уровень показателей холестерина, причем общего холестерина, для того, чтобы выполнять протоколы назначения статинов, а вам нужно не забывать, у статинов очень есть серьезные осложнения, очень серьезнейшие осложнения, которые вызывают и внезапную смерть, и отсутствие поступления энергии, и самое опасное, это распад мышц, поражение печени, поэтому вот эти вот такая беспечность, типа я пью статин и регулирую холестерин, и избегаю последствий развития сердечно-сосудистых катастроф, это глубокое-глубокое заблуждение. Поэтому, когда снова и снова повторяю вместе с вами вот эти все вопросы, я снова-снова вдохновляюсь, и у меня уже нет тогда вопросов, я не ставлю себе, типа не могу, не хочу, вот не верю, ну можете не верить, моя задача рассказать, показать, как за этим все стоит. Вот очень много было таких вопросов по этой очень большой, насыщенной теме, почему мы ее включили, почему умненько Владимир Матвеевич вам рассказал, я знаю, сколько рассказывает Игорь Петрович своих темах биохакинга, я знаю, сколько это, это действительно очень-очень сложно, я вам по-простому, вот простого, понятийного, вот общий холестерин, общий холестерин, это вот эта сумма вот таких разновидностей его, ну как я говорю, в Израиль приедьте, вроде страна Израиль, должны быть евреи, ну там есть украинцы, там есть русские, там есть китайцы, там есть японцы, но все это страна, вот общий холестерин, это собирательное понятие, и когда вдруг вы делаете акцент и у вас только, говорят, у тебя высокий, общий холестерин, причем я вам сказала, было 6,2, вот мы когда учились в институте, была верхняя граница нормы 6,2 показателя, сегодня снизили до 5,2, на целую единицу, это очень большой показатель, но на основании чего снизились, что поменялось-то, что не поменялось, поменялись условия жизни, поменялись наши пищевые, поведенческие, продуктовые изменения, поэтому, а как же раньше было, да раньше было, конечно, все по-другому, все связано с питанием, сырьем, что это касалось, поэтому не было столько углеводов, не было столько сахара, я захватила ситуацию, когда у нас не было столько варенья, потому что сахара не было столько, не было столько сахара, не было столько углеводов, мы детьми, Как эти медвежата в цирке Какие-то хорошие поступки делали Это мешки конфет были перед Новым годом Это не так, как сейчас ты заходишь И у тебя уже и глаза-то не разбегаются А что разбегаться, все на месте находится Поэтому изменилось А взяли, поменяли уровень общего холестерина Для того, чтобы назначать статины И на страхе, на мифах Развиваются все остальные проблемы А вот их состояние Потому что каждый из них Выполняет свою функцию Но опять-таки, это человек придумал Давайте этого назовем вот так Этого назовем вот так И поэтому, когда вам говорят Хороший Да, это липопротеид высокой плотности Но у него есть своя функция Он не берет все функции холестерина Липо Это жир, протеид Это белок Все То есть, когда мы с вами съедаем Любой продукт из жира Он у нас попадает в желудок Вспоминайте Я вам показывала эту картинку Он у нас попадает в желудок Он там Как-то приводится в форму Попадает в 12-перстную кишку И там под действием фермента Липазы И желчи Из пузыря Он начинает этот жир И белки, и жиры, и углеводы Он начинает разлагать Все И когда недостаточно желчи Ответ на все вопросы Когда у людей Говорит Вот у меня Камни в желчном пузыре Мне удалили А я когда в Германии работала Я вам рассказывала Что там Для профил... Услышьте Как можно было обдурить людей Для профилактики Желчекаменной болезни Им ампутируют Желчные пузыри Я говорю У тебя что были камни? Нет, доктор сказал Сейчас очень часто встречаются камни А потому что за оперативную активность Там очень большие деньги И представляете Это накопитель Желчный пузырь Это накопитель А желчь-то образуется В самих долях этой печени Поэтому сразу вопрос Если вы к печени Не относитесь Как к серьезной фабрике В которой происходят Все жизненно важные процессы У нее есть потрясающая способность Регенерировать и восстанавливаться На сегодняшний день Делают Умудряются Детям С рожденной патологией печени Там под влиянием всякой инфекции Брать у доноров У родителей Кусочки доли печени И она начинает регенерировать И выполнять свои функции Но Сама желчь-то Она образуется В печени Желчный пузырь Ампутировали Ну желчь-то Как продолжала Образоваться Так и образуется И образуется она Из холестерина Поэтому Если вы этого И под действием Есть ли проблема В поджелудочной железе Если это мать Тереза Она 24 часа в сутки Работает И все на нее валят И валят И все делается Ей нужно очистить Весь Толстый Вот этот тонкий кишечник Все из толстого Тонкого кишечника Все поднимается В печени очищается Почки собрали Сюда тоже Представляете Она работает 24 часа в сутки Это фабрика А поджелудочная железа Посмотрите Это капризная дама Вообще там 120 миллиграммов Хочу работаю Хочу не работаю В этой холстовой части У нее есть Бета-клетки Которые выделяют Инсулин На котором едет Глюкоза А вот здесь Вот эти альфа-клетки Они выделяют Ферменты Для переваривания Белков, жиров и углеводов Более того Я хочу сказать Что поджелудочная железа До 25 лет Она в норме Если все хорошо Как вы сами знаете Сегодня и того уже Мало видим Но она справляется с пищей А вот уже после 25 лет С каждым годом На 1% все хуже и хуже Поэтому вы можете Сегодня посчитать На сколько процентов Работает ваша поджелудочная железа Поэтому мы сегодня Видим такие крайности Что и дети не едят жира Дети сегодня Не едят желков Дети Когда мы росли Мама рассказывала мне Что ребеночку давали Желточек В грудном молоке И скармливали Самых первых Там Сроков жизни Потому что это Лецитин Потому что это Грудное молоко А сейчас что? Сейчас нет Сейчас дети Не едят творог Дети не едят сметану Дети не едят Потому что Выраженная интоксикация Детям не дают воды У них снижается Вот это И нарастает Вот это Интоксикация Токсикоза Стороны поджелудочной железы Она не работает А раз она не работает Она не выделяет Ферменты И все В 12-перстной кишке Абы-кабы Ни до чего Сбросилась Посмотрите Сколько петель 12 Тонкого кишечника А это основное место Всасывания Здесь-то переварилось А здесь должно Всасаться И вопрос А что всасываться будет? А что всасываться будет? И вот Когда мы с вами Съели жир Он должен здесь Под влиянием Желочи Под влиянием Ферментов Поджелудочной железы Раз Ложиться И в тонком кишечнике Всасываться Так вот Жир Из тонкого кишечника Может поехать На транспортном средстве Так вот Это липопротеиды Липопротеиды Разной плотности Разной плотности Они представляют собой Транспортное средство Вот липопротеиды Высокой плотности Я всегда говорю Образами Это Современнейшее Средство передвижения Ну вы знаете Что у нас есть Телега Двигаться можно И двигались мы на ней Да А есть сейчас Вольво Мерседес И грузовые транспорты Которые действительно Высококлассные И вот Липопротеид Высокой плотности Это Я не называю его Хороший Это опять человек Придумал Хороший А что Липопротеид Низкой плотности Плохой Он другую функцию Выполняет Так вот Высокой плотности Он действительно На 80% Состоит Из белка То есть Там хорошие колеса Там хороша Наткачанная Вся 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 Перевозная Система Это Хороший Двиг Все Он состоит Из белка И он Везет И он Везет Неполученный Потому что Когда Это Это Транспортное Средство Но В тонком Кишечнике Когда Холестерин Связался Разложился Жир Разложился Его Клеткам Доставляют Липопротеиды Низкой плотности Они На 50% Состоят Из белка И на 50% Из жира И его Самая Главная Задача Не понты Хорошей Машины А выполнить Эту Доставку Мембранам Клеткам Всего Вот этот Холестерин И то Что клетка Не взяла Вот эти Подхватывают И отправляют В печень И в печени Начинает Синтезироваться Уже Желочь И синтезируется Вот Понимаете Они привозят В печень И участвуют В дальнейшем А мы берем Их Во-первых Их Гобим Во-вторых Этим Говорим Плохие Мы начинаем Их Приписывать А вот Очень низкой Плотности Здесь уже Они на 20% Состоят Из белка И 80% Из жира Но какого Жира Очень Очень Окисленного Прогорклого Поэтому Когда Вот эти Разговоры Вот плохой Хороший Вот это Плохой Более того Они сейчас Вообще Не делают Расклад Вот этого Соотношения То что Вам И вот это Задуривание Задуривает Мы тоже В той же Германии Я спрашивала Вот приходит Ой У меня Высокий Холестерин Мне Дали Статины Чтобы я Все это Пробовала Я говорю Хорошо Мы вместе С профессором Говорю А вы Посмотрите Соотношение За счет Чего За счет Чего Высокий Холестерин И если Ваш парк Состоит Вот из Этих Транспортных Хороших Средств А вам Берут И снижают Вам бьют Вот этими Статинами Не поправляя Главные Механизмы А липопротеиды Очень низкой плотности Видите Он вообще То есть Опять-таки Какое Это соотношение Нужно посмотреть Вот этот коэффициент Атерогенности Почему мы вас просвещаем И говорите Заказывайте Если вы хотите Следить за этими вещами А за ними Нужно следить Вы заказывайте В лаборатории Чтобы вам показали Соотношение Поэтому он вам Умненько Вот так все и рассказывал Соотношение В вашем Процессе Вот этих Этих Холестеринов Поэтому Говорить О хорошем И плохом Это не понимать До конца Плохой Все что это Окислилось Все что это Уже отработалось И если опять В вашем организме Не работают Качественно Выделительные системы Выделительные системы О которых Мы с вами Говорим Все здесь Всосалось А потом же Оно попадает В толстый кишечник И уже в толстом Кишечнике Формируется Все что Что должно У нас Так сказать Покинуть наш организм И холестерин Вот этот Отработанный Уже все Он там Уже завершенный Он выводится Большую деятельность Принимают Здесь полезные Лакты Бифидобактерии Но опять Мы с вами Мы опять С вами приходим К очень Интересным Пониманиям Что все У нас Оказывается Воздействие На все эти Процессы Есть Поэтому Вот это Вы можете Не запоминать Вы можете Бесить Только Как вариант Роли белков Вот в этой теме Понять Что если Вы не едите Белков Если вы Не едите Жиров То все Те предыдущие Функции О которых Мы с вами Говорили Они конечно Ну Обесцениваются И Сложно Сложно Как-то Это все Регулировать Потому что Я еще раз Говорю У вас нет Холестерина У вас нет Эффективного Сасывания Витаминов Жирорастворимых А, Е, Д, К И туда же У вас Нет Возможности Противоинфекционной Противовирусной Защиты Понимаете Все вот эти Сейчас Все разговоры Что тут На вирус Подействовать Это все Все мимо Поезда Потому что Вирус Это вообще Космос И еще не Придумал Человек Никакое Воздействие На Так сказать На Этот Параллельный Мир Поэтому Нам с вами Задача Наша задача Восстанавливать Делать Вот эту Систему Взаимосвязи Которую мы с вами Говорили Я показывала Анатомическую Картинку Сейчас Показываю Просто Графическую Графическую Картинку Которую Миллионы Лет И Достояние Китайцев В том Что они Получили Эти знания И они Их культивируют Они от них Не отходят В отличие От нас Которые Пришло Новое Какое-нибудь Новое Течение Новая Школа Вот я вам Хочу Сказать Как врач У нас Даже На Любые Процессы Я как Драматолог Скажу Вот Есть заболевание Псориаз И есть Московская Школа Которая Псориазу Псориаз Как был Псориазом Так и есть Но мнения Разошлись Потому что Вот этот Снобизм Который Не дает Договориться Он Ну это Свойственно Человеку Поэтому Вот здесь Как с технологией Здоровья Я еще раз Показываю Вот эту Взаимосвязь И когда был Задан вопрос Что у многих Людей повышен А что делать Если он Понижен А он Понижен Ввиду Каких причин Ввиду Каких причин Понижен Если вы Не едите Жиров То вас Ждут Опасности Я еще раз Говорю Что жиры Расщепляются Под воздействием Липаза Поджелудочной Железы И самой Желочи А сама Желочь Она Синтезируется Из липопротеида Высокой плотности То есть То что Называют Хороший Я еще раз Говорю Хороший И тот И тот Они Выполняют Транспортную Функцию Со всеми Всеми делами Оттуда Они привезли Жиры То что Я вам Перечислила Все свойства Жиров Но Ей же Нужно Доставить Поэтому Липопротеиды Высокой Плотности Они Везут Этот Жир Этот Холестерин Везут В печень И она Поэтому Если Если Опять Сколько Едите Жиров Поэтому Образование И выведение Желочи Играет Ключевую Роль В балансе Холестерина Безжировая Диета Посмотрите На сегодняшний день Какая Масса Идет Промышленный Следующего Геноцида Мы с вами Прожили Один Геноцид Когда Было Масло Без Холестерина Смотрите И реклама И олейна И чего Там Сколько Денег Заплатили Чтобы Нас Дибилоидов Безжира Заставить Это Скупать А на самом Деле Когда В семечках Была Корова Никогда Холестерин Это Продукт Животного Происхождения Поэтому Если Вы Берете Обезжиренные Продукты Особенно Молочные Продукты Это Обрат Он Невкусный Наш Рецепторный Аппарат Язычка Он Все Это Чувствует И Все Часно Знают И В эти Обезжиренные Продукты Добавляют Различные Скрытые Углеводы Крахмалы Сахара Фруктозу Разные Наполнители И Вы Напуганные Вот Этой Информацией Ой Это Много Калорий Это Очень Вредно Это Инсульт Инфаркт Все Вы Вобор Покупали Не от Инсульта От Инфаркта А от Массы Катастроф Которые Прозошли В том Числе Болезни Альцгеймера И Паркинсона И Всех Деменций И расстройства Памяти И все Всего 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 Ну И Скажете Вы Ну И Значит Надо Надо Употреблять Дефицит Холестерина Дефицит Холестерина Не Идите Это Плохое Состояние Слизистой Желудочно Кишечного Тракта Представьте Потому Что Там Всасывается В тонком Кишечнике Всасывается Переработанный Жир И Он Идет На Строительство Слизистой Ну Не Ешьте Пожалуйста Не Ешьте То А Слизистая Вы Мало Холестерина Мало Желчи Мало Липопротеида Высокой Плотности Некому Будет Вести От Клеток И Он Действительно Будет Не Вывезенный От Клеток Он Будет Окисляться Он Будет Превращаться Вот В Эти Тяжелые Тяжелые Его Будет Очень Очень Много Протекать В Крови Кстати Его Течет Много Когда Есть Для Этого Причины А Что Приводит К Вот Этому Плохому Будем Говорить Вот Этому Окисленному Во-первых Сам Окислительный Стресс Мы С вами Очень Хорошо Знаем Про Свободные Радикалы Мы Очень С вами Знаем Что Окислительный Стресс Это Одна Из Причин Старости И Развития Всех Болезней Так Вот Откуда Получается Активной Форм Кислорода Много От Того Что Много Итим Углеводов Потому Что При Разложении Углеводов Образуется Большое Количество Активных Форм Кислорода А Этими Активными Формами Кислорода Вот Этим Углеводом Питаются Раковые Клетки Питаются Вещь Наш Параллельный Мир Поэтому Не Изменили Форму Питания Считайте Ой Я пью Коралловую Воду Я пью Аж 500 Я там Ну и пей Ну а В рот Ты Желочь Образуется Из Холестерина Мало Липопротеидов И порочный Круг Чем Меньше Едим Жиров Разного Класса Тем Меньше У нас Желочи Тем Падает Уровень Вот Этого Высоко Эффективного Белково Жирового Компонента Липопротеида Высокого Плотности И Процесс У нас Замыкается Поэтому Поэтому Причины Появления Опять Таки Употребления Из-за Страха Из-за мифа Жиров Жиров Синтетических Маргаринов То есть Исключите Из своего Рациона Масло Меньше 82% И Забудьте Просто Про это Это Маргарины И это Жирность Меньше 82% Обезжиренные Молочные Продукты О чем Я сказала Употребление Быстрых Углеводов Углеводов Без Клетчатки Это Сюда Без Клетчатки Кстати Относится Виноград Там Фруктозы Много Употребление Сахара В чистом виде Который Мы с вами Едим Сахар Мед Сладкие Фрукты Это Прошедшая Обработку Зерновые Зерновые Шлифованный Рис Это Та Сегодняшняя Мука Высшего Сорта Из которого Вся Стрепня Идет И все С нее Стряпается Она Представляет С собой Очень Почему Выбирать Нормальных Складывается Складируется Она Может Реализоваться Через Проходит Где-то В районе 26 Часов В норме Поэтому Говорить О какой-то Полезной Пище Это Абсолютно Не так Абсолютно Не так На все Пищевые Все вы знаете Когда вы Идете Сдавать Общий Анализ Крови Вам Говорят На голодный Желудок Потому что Может Развиться Пищевой Ликоцитоз То есть Это Монологическая Реакция Поэтому Питание Это И благость И в то же Время Нужно Понимать Вот этот Алгоритм Понимания Реакции Нужно Конечно С ним Хорошо Хорошо Поработать Поэтому Вот эти Все Взаимосвязи Все Которые С ними Связаны И от Того Что Они Не Справляются По Разным Моментам О которых Мы Тоже С вами Говорили Я Еще Еще Раз Повторяю Что Если Вы Просто Дойдет Как Для Технологов Вашего Понимания Вот Этим Самым Одним Из Главных Участников Это Дезинтоксикации То Вы Уже На Правильном Пути Если Вы Научитесь Правильно Пить Корал Детокс То Я Вам Хочу Сказать Вы Будете Снимать 60-70% Проблем Которые Не решались Вообще Нигде Никогда Ни В Каких Компаниях Ни В Каких Лечебных Учреждениях Потому Что Это Все От Случа К Случа Я Понимаю Что Не Все Здесь Выбраны Поэтому На Следующей Школе Я Вам Обязательно Буду Давать Информационные Поддержки Тем Или Иным Продуктам Потому Что У нас В процессе После Вебинара Поступил Звонок А правда Что Люцерна Противопоказана При нарушении Иммунных Процессов Я Зашла В интернет Я Перерыла Громадное Количество Литературы Ну Извините Меня Это Только Системная Красная Волчанка И то С вопросом Осторожностью Там Что называется 350 раз Задать вопрос О противопоказании А все остальное Всем Да У нас Была Информация Что Литерна Это Фитоэстроген Что Нельзя При заболеваниях Эндометрии Эндометриоза Там Склонностью К опухолевым Процессам Отнюдь Отнюдь Там Ну Все Доказанные Вещи И беременным И кормящим И вообще И люцерну Это Поэтому Буду давать Вам Этой информации И конечно Все Вот На все Эти этапы Включен Наш продукт Наш продукт Помогайте Пожалуйста Поджелудочной Железе Не уповайте На то Что Нет у вас Никаких Там Побочных Действий Как говорят Ну Мало Все меньше И меньше Стало Тех людей Которые Говорят Я могу Мой желудок Хоть Гвозди Перегрызет Но я вам Хочу сказать Не в желудке Гелта А в поджелудочной Железе И поэтому Вы интуитивно Начинаете Убирать Какие-то Из продуктов Потому что Ну Не комфортно Вот Ну а там Еще и Слушайте Поэтому Наш Набор Ферментов Как Папайя Как Ассимилятор Вы их можете Комбинировать Вы их можете Ну как угодно Самое главное Ну и конечно Если вы Начинаете Давать Смешанные Продукты Ну Все же Мы у нас В питании Много Буду говорить Про жаренные Продукты Про шашлыки Которым грезит Сейчас все Человечество В чем их Так сказать Ну Те действия Которые Они оказывают Поэтому По воде Хочу еще раз Сказать Вода Килограммы Пополам Мои дорогие Не хочу Слышать И все Кто со мной Общаются По всяким Отсутствием Результатов Я не подкупаюсь Говорю Не научитесь Пить воду Только воду А не включайте Этот процесс Ну вопрос Поэтому Да Не допивайте Воды Я не могу Выпить 3 литра Сколько килограммов 90 Я говорю Ну во-первых Не 3 А 4 с половиной Если пополам Ну если Даже 3 литра Не можешь выпить Скажи 90 килограмм Ты трехлитровый Банкой Помоешь Снаружи Даже Ну нет Не помоешь Моемся До чистоты Поэтому Вот эта Физиологическая Потребность Дорогие Мои хорошие Ее никто Не отменял Промоушены И акции Скидки На воду У нас Безграничные Бесконечные Поэтому Пожалуйста Пожалуйста Сейчас Пошла серия Вопросов То пухнут То тухнут То еще Чего-то В какую Воду Бросаете Самая Коррумпированная Самая Активная В подделках Сейчас Индустрия С водой Поэтому Смотрите Куда Никакая Не кипяченая Никакая Не отстойная Никакая Пожалуйста Я вас умоляю Потому что Все проверено Амин Нет Конечно Все Что связано С лецитином Но если 9 граммов 1200 миллиграмм Одна капсула Ну считайте Это 8 8 капсул Лецитина Лецитин Это фосфолипид Это не только Мозги Это все Мембраны Все Мембраны Почему Есть суточная Потребность Не съедите Вы столько Желтков Не съедите Вы столько Масла Не съедите Уже Одувальчиков Нет Поэтому Время прошло А лецитин Нужен Поэтому Он выполняет Массу функций В нашем организме Включая И капиллярное Кровообращение И участие В синтезе Гормонов И масса Масса Всех других Все Что касается Антиоксидантов Да Здесь есть H500 Но задают вопрос В чем разница Между микрогидрином И H500 Ровным счетом В производстве Сегодняшней Ну история Компании Мы уже давно В компании Когда мы пришли В компанию Был продукт Который Назывался Микрогидрин Это сегодняшний H500 Вы скажете А сегодняшний Микрогидрин Он заменит H500 Он не заменяет Он хороший Антиоксидант Но наш H500 Это водород H Это водород Минус Это такое Вызывает Отрицательное действие То есть блокирует Активные формы Кислорода С потенциалом С потенциалом Минус 500 Поэтому Комбинировать Можно Можно комбинировать H500 С микрогидрином Микрогидрином Плюсом У нас есть Потрясающий Антиоксидант Активин Акваокс Я вижу Как вы в чатах О них описываете Какая там Есть очень хорошая Информация По составлению Мы с Владимиром Отвечем Проводили Интересное наблюдение Как действует Акваокс Вот прям Высыпали в рот Со всеми Вот этими Составляющими И под Динамикой Капли крови Эритроциты Действительно Изменяются Они становятся Плотными Они становятся Подвижными А раз эритроцит Хороший Значит кислород Хороший Значит уже Вопросы Очень много Вопросов Решаются Вы можете Комбинировать Пожалуйста Комбинируйте Пожалуйста Все зависит От вашей Для новичков Для новичков Ну начинайте С двух Трех капсул Когда мне уже Старички звонят И говорят Я пью две А мне сказали От этого плохо А у меня давление Повышается Хорошо Что повышается Потому что Меняется реология Крови И конечно А там где-то Стоит препятствие И организм Так отреагировал Поэтому Набирайтесь Терпения Набирайтесь Поэтапно Всех Правил Ухода С позиции Технологии И конечно Вот этот Такой заключитель На что касается Кишечника Мои дорогие Хорошие Снова И снова Буду повторять Пока не буду Видеть результаты Как только Я увижу Результаты Так сказать По Организации Что вы Сами Значит Тогда Достучались Достучались Потому что Вы видите Что полезные Лактои Бифидобактерии В кишечнике Они живут Вот здесь Здесь им Жить невозможно Тут Желочи Поджелудочные И секрет Поджелудочной Железы В 12 перстной Кишке Все переварение В тонком Кишечнике Начинается Активное Осасывание И вот Их постоянное Место жительства ПМЖ Это Это В Толстом Кишечнике Вы видите Сколько здесь Отделов Восходящие Поперечные Подочные Нисходящие Мы с вами С глазками Когда разбирались Я показывала Вам Строение Сколько Здесь Находится Как на радужке Глаз Как на ладошках Как на ухе И в толстом Кишечнике Есть Точки Активности Которые Где-то Здесь будет Проблема А реализоваться Будет Симптом В глазах В ушах Кстати Вот здесь Есть такой Переход Тонкого Кишечника В толстый Кишечник Это в районе Слепой Кишки Аппендикса Вот тут Есть клапан И вот этот Клапан Когда начинает Наполняться Токсинами Шлаками Вот этой Всеми Всеми Отходами То Раздраженный Вот этот Он называется Илеоцикальный Клапан В клинике Реализуется В насморках Височных Болях В болях Шеи Ставят Синдром Позвоночной Артерии Выпадают Нижние Четвертые Зубы В полости Рта Представляете Человек Начинает И кто-то Выставлял В чатах Там Очень Много Познавательной Конечно Информации Идет Что Проблемы С насморком Это Проблемы С кишечником И посмотрите Какое Количество Детей Сейчас Страдает Листайте Наши Вебинары И все Это Конечно Увидите Нет Трансляции Ау Это Что Меня Не Слышно Народ Ответь Может Я Просто Сама Себе Рассказываю Слышите Меня Ау Слышите Нет Поэтому Слышно О Все Понятно Поэтому На Толстый Кишечник На Толстый Кишечник Абсолютно Сегодня Мне Задали Вопрос Вот Читала Что Йогурты Нельзя Принимать Утром Потому Что Там Кислое Содержимое Желудка Ну И куча Куча Всяких Разных Вопросов Мои Дорогие Хорошие Ну Во-первых Йогурт С какой Вы Целью Его Принимаете Ровным Счетом Поставки Полезных Бактерий Это Миф Это Абсолютный Миф Потому Что Там Вообще Ничего Шинки Нет Раз Во-вторых Даже Если Делать Из Продуктов Вот У нас Есть Потрясающие Мастерицы Которые Делают На Биокурлунге Делают На Всем Это Хорошо Это Продукт Питания Классно Но Чтобы Физиологически Помочь Нашим Полезным Бактериям Нужно Создать Условия Для Работы Деятельности И Накормить Они Сами Вырастут И Знают Что Сделать Поэтому С Какой Цель Вы Йогурт Все Нейтрализуется И Как Тогда Принимать Зачем Тогда Бады Ребята Я В этом Что Называется Информационном Потоке Не буду Плохих Слов Говорить Я Просто Тону И Говорю Откуда И Кто Откуда И Кто Вот Это Все Собирает Эту Ересь Народу Сбрасывает И Он Начинает Шоке Другое Дело Когда Вы Еще У вас Могут Быть Такие Поражения Слизистого Желудочно-кишечного Тракта Что Вы Выпили Там Опять Какие Бады Сколько Вы Выпили Ну И Появляются Неприятные Ощущения В Желудке Но Это Всегда Значит Там Не Все Плохо Пейте Во Время Еды Пейте Между Приемами Еды Запомните Вы Не Навредите Не Навредите Вы Не Передозируете Вы Только Единственное Можете Что Не Додать Вы Объелись Картошки Яблок Помидор Ну Что С Вами Будет Ну С Горька Побольше Посидите И Выход Будет Хороший Все О чем О чем Страдание Что Вы Боитесь Что Вы Боитесь И Вот Единственное По технологии Я хочу Сказать Если Вы Перед Приемом Пищи Опять Сам Копитель Вам Поила Вечером Дополировала И Все Сделала Но Принимайте Жирные Кислоты Если Вы Не Делаете Большого Промежутка То Вы Пите Сразу Жирные Кислоты Лецитин И Покушали Сразу Если У вас Есть Промежуток Такой Не Сразу То Жирные Кислоты Омеги Жир Печени Акулы Лецитин Сейчас Вот У нас И Конзим Но Кушайте Либо Во Время Еды Либо После Еды Вот Вопрос А Какой Водой Запивать Ну Вы Что Литр Коралловой Воды Будете Запивать Там Жирные Кислоты Ну Что Вам Удобнее Какой У вас Напиток Поэтому Вы Не Разбавите Не Разбавите Свою Соляную Кислоту Потому Что Вы Если Вы Пьете Всю Воду До Еды Я Вас Уверяю Вас Расстрелять Можно Вы Не Будете После Ты Ничего Пить Потому Что Ну Вы Сыты А Вот Заполировать Чем То С углеводами Да Нальете Чашку Кофе Или Там Еще Чего Это Чая Что Нибудь С Каким То Сладеньким Это Вы Просто Уже Идете Не В ту Не В ту Сторон Не Не В Технологии Поэтому Вот Сюда Питать Ваши Полезные Бактерии Смотрите Заходите Питайте Пожалуйста Полезные Бактерии На Ночь Почему Да Потому Что Печень Желочный Пузырь Канал Легких И толстого Кишечника Работают Ночью Ночью Они Работают Я Пью Люцерну Спирулину Я Пью Днем По Две По Три Капсул Смысл А Смысл Поэтому Если Вы Пьете Как Источник Как То Но У Нас Очень Много У Нас Огромное Количество Источников Витамина Белка И всего Остального Ну И Пейте А Это С какой Вы Целью Пьете Что Вы Строите Поэтому Вот То Что Мы Называем Ужином Для Полезных Бактерий Лакто Бифидобактерии Биотические Как Мы Называем Вопрос Пришел Да То Конечно Используйте Пожалуйста Набор 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 Посмотрите Какая Взаимосвязь Толстого Кишин С чаем Хлорофилл Хлорофилл Он Ну Фантастический Продукт Зеленая Вся часть Которая Осуществляет Многофункциональное Действие Как оно Чищает Хлорофилл Вообще Печень Помогает И посмотрите Вся наша Зеленка В люцерна Состоит Из Листьев И сока Хлорофилл Хлорофилл Которая Находится Вот сейчас Тайваньская Хлорофилла Она растет На лучших Водоемах Я специально Зашла в интернет Посмотрела Снимки Самолета Пустыня Там Планкации Люцерна Под солнцем Со всеми Стандартами Выживаемость Не на подворотне Где-то под нашим Каким-то Неухоженным Забором Понимаете И Технология Мало получить сырье Его довести Надо до ума Поэтому здесь Супер технологии Мировые Стандарты То есть Мы с вами Выходим На абсолютный Весь рынок Азиатский Американский Африканский Европейский И везде Везде Всюду И какие Могут быть Сомнения Опять Про каскару Сокраду Сережа Шляхта Я еще Рассказываю Если ты пьешь Каскару Сокраду Это у тебя Плохо работает Или у твоего Клиента Кишечник На каскаре Нельзя Подсаживаться Возникает Привычка И отсутствие Потом Эффекта Научитесь Пить Достаточное Количество Воды Клетчатки Не две Не три Капсулы А люцерна Хлорела Артишок Фандетокс Присоедините То есть сделайте Обойму Тогда вот это Каскар Сокраду Это ни о чем До или до Или после И я вам хочу Сказать Сфинктер Закрывается В желудке На ассимиллят Или на шпицот Кто же тебе Такие лекции Сергей Ты где такие лекции Считался Сфинктер Желудка Закрывается Как только Поступает Пища В полость Рта Закрылась Попала Все Обработалась Открылась И вышла Не Не закрывается Он Ну естественно Вы выпили с водой Все что попало В желудок Закрылась А потом Все сюда Прошла Есть Литература Потребления Продруг Вот для глаз Разные Не успею Все изучать Ну Личку пишите Что-то будем Отвечать И так Понятно вам И так Вам понятно По употреблению Продукта Я вам уже Все рассказала Как употреблять Продукт Как вы употребляете Бананы Ягоду Мясо Масло Как вы употребляете Все наши Продукты Это Восполнение Недостатка Тех Остальных Компонентов Которые есть Но поскольку Именно Как Гиппократ Говорит Пусть пища Станет лекарством Пища станет Вашим лекарством Понятно Да То есть Вот здесь Вы набор Делаете большой И когда Опять-таки Практика Мне показывает Что когда люди Начинают пить Достаточно воды Подсоединяют ферменты И дают Хорошую клетчатку Начинают Постепенно Постепенно Восстанавливаться Эвакуация Ну если уже Извините Начали пить Каскару Это не сегодня Встал кишечник Это практически Картинка Ну давнишняя И Так сказать Она присутствует Ну вот это Корал детокс Из продукта Который мы сейчас С вами разбираем Вот Опять-таки По очистке печени Опять понимаете Что все Что связано С нарушением С нарушением Холестеринового Обмена Жирового Обмена И все Отсюда Это все Печень Поэтому сюда Пожалуйста Подключайте Уникальные Наши продукты Они считаются Сегодня Непревзойденными Они сегодня Признаны Во всем мире Это фандетокс Куркума Она вообще Это Корица с куркумой Это считаются Одни из Привилегированных Пряностей В Азии И Весь Мир долгожителей Китайцы Японцы Индейцы Индусы У них Куркума Это знаете Как у нас хлеб Сера Она действительно Уникальная Дезинтоксикация Ну Артишоп И сама Калавада Я уже говорила Как Игорь Петрович Доказал Показал Танечка Как принимать Хлорофилл Через рот Как принимать Хлорофилл У нас Хлорела Как ты ее Хлореллу можешь пить Можешь глазами Как и когда Я же только сказала Принимаем Хлорофилл Хлореллу В качестве Эубиотического Ужина Вы где Вы со мной Нет Не со мной Значит Минералы Какие Минералы Здесь можете Как в комплексе 24 дробь 7 Очень Либо можете Делать Комбинированный Алтимейт Можете делать Монопродукты Очень хорошо Участвуют Регуляции Липидного обмена И необходимость Это магний Это магний И вот я В прошлый раз Не помню Говорила или нет Карнитин Если инсулин У нас везет Сладкое То карнитин Везет у нас Жиры Поэтому вот это Рассуждение Что карнитин Только для похудения Отнюдь Отнюдь Потому что Карнитин Конечно Если вы делаете Там Ну Какие-то вопросы Реабилитации Веса И там Чего-то Чего-то То Там просто Доза играет На самом деле Карнитин Конечно Уникальный Конечно Пою славу И честь Нашим продуктам Ну Знаю Что биошейп В Казахстане Есть Не знаю Сейчас Про Россию Есть ли у нас биошейп Но у нас есть противити Кстати В противити аминокислот Гораздо Больше И Одна таблетка На грамм На килограмм веса 10 килограмм веса Это ваша Норма При том Что вы употребляете Белки Они бывают Животного И растительного Происхождения Но помните Что все растительные Происхождения белки Они Имеют большой Уровень азота Уровень азота Поэтому Вот эти Бобовые Фасоль Горохи Чечевицы И прочее Они конечно Высоко токсичны На азот Поэтому Усваиваемость Белка Там очень низкая Поэтому Коррекцию Поскольку Вспоминайте И одна из Сегодняшних Еще тем Что из белков Образуются у нас Гормоны Поэтому В регуляции Липидного обмена Вспоминайте Что липиды Высокой плотности Это 80% Белка Низкой плотности Это 50% Белка То есть Если вы Не приедите Белка И не едите Жира Боясь Ожирения Атеросклероза И сосудистых Катастроф Ну понятно Куда вы приходите Поэтому Но еще раз Повторяю Что эти Продукты Они Высоко Отходные Поэтому Здесь Нужно Детокс Это Спасение Вы Освобождаетесь Выход И на фоне Дисбактериоза Не уходят Отработанные Был Сказали Кругляши Каждой По одной По две Можно Два раза В день Начните По одной По две Один раз В день Ну все Зависит Помните Нашу русскую Пословицу Кашу Масло Не испортишь Поэтому Жировой Обмен Для всех Тех функций Которые Мы с вами Разговаривали Это Вот уже Этот был Это у нас Уже Все было Так Куда-то Я уже 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 Ну Это Тоже Тоже Так сказать Участники Ну Сами Разбирайтесь Я должна Вам их Назвать Потому Что Ну Этот же Л-карнитин Королкарнитин Коэнзим Кю-10 Таурин Мы о ней Постоянно Говорим Это кислота Которая Ну Практически Массу Физиологических Вопросов Решает В нашем Организме И конечно Я не могу Что-то Что-то Это Исключать Это все Нужно Комбинируйте Смотрите Расширяйте Свои возможности Ну Естественно Надо По этой части И заработать Всю Свою У нас Тема Сегодня Липидный Обмен А у ребенка Стоматит Как быть Обратитесь Тому Кто вас Прислал Стоматит Это значит Кишечник Это грязь И все остальное И это Это такая Загрязненность Что все Вот Отражается На языке А вот Эти продукты Которые Нам дают Благость Которые Регулируют Наши Эти обмены Ну Ну И то Что Что Давала Этот Тренажер По поводу Кто Из вас Это делал Мерил Своё Дыхание Жизнь Если Тоже Не первый Сегодня Раз Получилось У вас Померить Посмотреть Ничего В какой Зоне Танечка Наверное В энергии Благости Энергии Благости 45 секунд Красава 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 Да Потому что Это нужно Делать Это нужно Проверять Это нужно Контролировать Себя Потому что На самом деле Ну и вспоминайте Что дышите Через легкие Значит усиливайте Себе И вот этот Тренировочный Режим Но опять Таки Здесь Если вы Не делаете Детокс Если вы Не выводите Шлаки Токсины Если вы Кишечник Кстати Кишечник Вот опять Таки Если возвратиться К нам Вот к этому Нашему Слайдику Опять таки Я его Постоянно Показываю Вот этот Отдел Толстого Кишечника Сигмовидная Кишка Очищается Через легкие Вот здесь Происходят Разные Процессы Пакостные А метастазы Поступают В легкие Вот Сигмовидная Кишка И вообще Все Что проблемно Вот здесь Ждите Что вот То что Сейчас задала Мама Вопрос По поводу Ребенка Стоматита Это 100% Дисбактериоз Интоксикация И прочие Прочие Вещи И Там Нужно Общаться Потому что Я не знаю Ситуацию Нужно Общаться В личку И Не оставляйте Этот вопрос Его нужно Решать Потому что Он абсолютно Решаемый Решаемый Так вот Мои дорогие Хорошие Я не знаю Насколько Была полезна Сегодняшняя Наша встреча Насколько Улеглось У вас В ваших Вот в этих Пониманиях Сложные Очень Темы Насколько Важна Дезинтоксикация Потому что При дезинтоксикации Вы решаете Вопросы Вывода Шлаков И токсинов То есть Снимается Нагрузка На сосудистое Русло Не происходит Травматизации Внутренних Стенок Сосудов Поэтому Организм Не латает Не прибегает К формированию Бляшек Бляшки Это защита От того Чтобы сосуд Не порвался Схему Дыхания По времени Или Тренировки Какую Последнюю Или Предпоследнюю Вот эту Тренировки Или Вот эту А По времени По времени То есть Тренировки Вот такими Такими Такая Тренировка Конечно Дает Возможность Поэтому Дайте Обратную Связь Как Сегодняшняя Встреча Была Уже Получилась По Пониманию Или Нет Да Наденька Пришлю Я тебе Эти схемы Таблицы Пришлю Насколько Это Для вас Сегодня Ну Стало Более Понятным Итак Смотрите Мы Крутимся Как Технологи Здоровья Чем Это Благостная Вещь Мы С вами Вращаемся Около Одной Темы Мы Говорим О том Что Должно К нам Войти Рационально Войти И то Что Должно Выйти И на Этих Этапах Не Мешая Я Буду На Следующей На Следующем Вебинаре Говорить О Роли Голодания И Буду Говорить О Роли Вот Этих Наших Приемов Которые Мы С Вами Разбираем Разбираем И Калавад И Там Прочие 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 Вещи Я Буду Говорить О Своем Наблюдении То Что Я Для Себя Делаю Разгрузочных Всяких Днях Мы Вами На Таком Правильном Технологическом Пути Нам Просто Достучаться До Самого Себя Вот Мы Достучимся До Самого Себя И Будем Делать Правильно Технологично Я Вам Скажу Что Нас Будет Слышать Народ Потому Что Во Первых Мы С На Каких Она Жиждется Основах Каких Факторов Как На Эти Факторы Воздействовать Я Буду Вам Рассказывать Про Витамины Групповую Фолиевую Кислоту И Вообще В обморок Упадете И Скажите И Здесь Вот А Уже Конечно Мы С вами Как Технологи Нам Равных С вами Нет Нам Равных С вами Нет И Вот В рамках Наших Таких Общих Событий Кто Присоединяйтесь У нас Объявлялся Конкурс На Самого Эффективного На Самого Результативного Который Результаты У вас Всех Есть Но Вы Как Понимаете Мы Молчим Не Показываем Стесняемся А Победителем В этом Конкурсе У нас Стало Внимание На Старт Очень Эффективный Очень Талант Очень Перспективный Возлагающий Надежду Божественной Доброты Человек Я знаю Как Она Болеет За Дело Я знаю Какое Количество Результатов У нас Есть И Самое Потрясающее Она Это Делится С Открытой Душой С Открытым Сердцем Я Знаю Что Она Точно У нас Будет Признаваться В Москве Кто Еще Не Попадает На Форум Не Упускайте Этой Возможности Ребята Если Вы Устали От Этой Рутины Если Вы Устали Сегодня Потрясающий Пост Написала Танюшка Абазарова Приглашая На Этот Форум Быть В Успехе Быть Рядом Быть Вот В Круговороте Этого Счастья Устали От Рутины Устали От Того Чего Вам Уже Хочется Давным Давно Изменить Так Вот Наталья Иванцова Ура Город Биск Наш Бриллиантовый Директор Она Является У нас Победителем Нашего Вот Этого Конкурса Самого Эффективного Результативного Ее Ждет Подарок Мы Не Заканчиваем Этот Конкурс У нас Очень Хорошие Подарки У нас Очень Хорошее Признание И Самое Думаю Главное Еще Вот Делать Доброе Дело И Ничего Не Ждать Взамен Это Большущий Пример Это Большущий Ну Такая Мудрость Человеческая То Что Делает Наташа И То Что Все Вы Делаете Вот Я Смотрю За Вами За Всем И Наблюдаю Не Всем Достается Ну Какого То Внимания Ну Сделай Как Я Говорю Сделал Забудь Тебе И знаю Мы С вами Такое Благороднейшее Дело Делаем Что Знаю Какие Результаты У вас Есть Знаю Какие Результаты У Сергея Шковрова В организации Какие Результаты У Вали Верхошанской Со всей Ее Группы Зная Какие Результаты У Наташи Сальник У Девчонок У Надежды Чучи У Надежды Татьяны Новиковой Из Надежды Новорозбаева Казахстан Они Омск Всех Не могу Перечислить Со всеми И конечно Зная Какую Работу Проводит Наташа С Пашей Как За все Радеют Вот как Мы сейчас В этих Чатах Там Все Буквально Буквально Понимаем За каждого Боремся И пытаемся И хотим Сделать Хорошей Информации Поэтому Будьте Пожалуйста Благоразумны Будьте Пожалуйста Искренними Радуйтесь Успехам Других Людей И к вам Придет Признание Поэтому Наташа Иванцова Ура Молодец Наташа Тебя Междуречен Поздравляет Тебя Воронеж Поздравляет Омск Поздравляет Скажите Пожалуйста Будет Запись Поздно Присоединилась Оля Не могу Сказать Знаю Что у Меня Тут Сидят Мощные Мощные Помощники И поэтому Думаю Наверное Что-то И будет Поэтому Вот Казахстан Тебя Наташа Поздравляет Поэтому Вы молодцы Поздравляет Раечка Саранчук Это Калининград Ребята Дорогие Новая профессия Технология здоровья Это очень круто Это вдохновляет Поэтому Спасибо вам За встречу Жду вас На следующий Четверг Уверяю Останетесь Довольны Потому что Меня это Сильно вдохновляет И поэтому Я Буду с вами Делиться Очень интересными Вещами Поэтому Если Вы уже Все сказали Вот Сергей Да Вот Новокузнец Сергей Шковров Новокузнец Наташа Поздравляю тебя Молодцы Вы Классные Все Так Наталья Это вы Откуда у нас Мои поздравления Наталья Тут Откуда Наташа Вы Скажите Вот А между Натальей Татьяной Я в списке Ура Германия О Смотри Наташа Германия Тебя поздравляет Ребят Мы на Всем Огромном Пространстве Поэтому Счастье Любовь И Помощь другому Приводите Новичков Приводите Пожалуйста Я вижу Там Ирина Забегали На Иркутск Здесь с нами Тоже привет И Будьте Пожалуйста Мудрыми Не пугайтесь Ждите Пожалуйста Вот Вернее Радуйтесь Тому Что вы имеете И делайте Не халявьте Пожалуйста Я желаю вам Добра Здоровья Мудрости Денег Денег Много Надо На здоровье Поэтому Извините Меня Пусть На вас Все это Нападет А вы Не отбивайтесь Пока Пока Я вас Очень люблю С успехом